Сборная России В соревнованиях, как Олимпийские игры, где мы являемся лицом своей страны, мы должны почему-то оставаться под каким-то непонятным белым флагом. Решением Олимпийского комитета официальные лица, в том числе вице-премьер Виталий Мутко, пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Журналист Василий Уткин в своем фейсбуке опубликовал пост про Виталия Мутко. Он заявляет, что команда Мутко ничего не сделала для защиты от спортсменов. Если бы министр спорта взял на себя вину за все то, что было сделано российскими чиновниками, задолго до заседания МОК, возможно, и решение было бы не таким жестким. Чистым российским спортсменам мы разрешаем участвовать в Олимпиаде, и чтобы продемонстрировать, что в России есть честные и чистые спортсмены. Таким образом, мы считаем, что чистые российские спортсмены могут послужить мостом, ведущим в будущее чистого спорта. В итоге, что же мы имеем по факту? Ситуация, конечно, хуже, чем два года назад в Рио. Тогда у нас все-таки была сборная. Теперь те чистые российские спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, будут лишены флага, гимна и символики. Единственным утешением может считаться то, что МОК допустил упоминание самого слова «Россия». Если говорить об отрицательных сторонах этого решения, это, конечно, то, что российские спортсмены, им предлагается, российским спортсменам, на Олимпиаде выступать под нейтральным флагом и без исполнения гимна. Правда, это ограничение распространяется только до последнего дня Олимпиады. Если предполагается, что в последний день Олимпиады все временные отстранения российского Олимпийского комитета будут сняты, то в последний день российские спортсмены смогут пройти уже под российским флагом. Одно из положительных решений заключается в том, что все санкции расследования в отношении российских спортсменов, связанные с допингом, с этого момента прекращаются. Как ожидается, решение МОК также может повлиять на решение Международного паралимпийского комитета о восстановлении Паралимпийского комитета России. Даже при той сложной политической ситуации, в которой мы находимся, все же очевидно то, что основные аргументы против великой спортивной державы, оперативной стороной, в частности, мог использованы наши спортивные функционеры, что, безусловно, должно стать уроком на будущее. Диана Шилова, Ньювер Ньюс.